доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народной батюшка мир и благословений вам от пресвятой троицы у нас дождь проливной дождь и дождь пришел с востока что дает нам надежду на то что будут грибы потому что с востока у нас ходят более-менее теплые дожди с юга востока с юга как севера так поэтому дочь такой не очень-то осенний уже не летний он скорее всего такой весенний какой-то дождь мы ждем грибов ждем потому что пока пятнами что-то прошло а массового так как хорошо должно быть покрыта грибами не прошло сухо в лесу сухо поэтому с востока надежда что будет все хорошо я продолжаю разговор на тему почему нам нужно обернуться лицом на восток тем более что такой дождь нам дает обоснование об этом поговорить я вам несколько бесед доказываю что русские славяне дети солнца они себя считают детьми солнца происходящими от солнца внуки дождь боговы называют всех князей русских игорь в слове полку игореве и это внуки солнца внуки солнцевых ну и так далее я уже много много раз об этом говорил и эти внуки солнцевые если мы сейчас смотрим на такую самую современную науку если мы с вами соединяем эту на кубку с объяснениями я бы так сказал самых современных святых но в тот же святитель феофаз затворник как я вам читал который объясняет как все родилось из материи как из ничего все стало травкой животными и человеком и он это объясняет тем что это рождено истинной истина еще раз повторяю это программы программами и живое на земле он объясняет как рождение истинной природную то есть и тело человека это истина природы то есть программа природная мы с вами как живое существо имеем животные грубо говоря тело которые по программе откуда и вот здесь встает вопрос потому что ученые уверяют что как бы вот космических каких-то таких можно так сказать программирующих излучений никто не видит а вот от солнца очень интересное и странное излучение происходит и если задуматься что все живое только при солнце вырастает или при имитации солнца светом солнечным светом вырастает то можно предположить что вот эти программы развития запускающие программы заложенные в генетике они есть от солнца и поэтому если можно так сказать не очень-то далеко глядя можно сказать что человек произошел от обезьяны вот сейчас самая такая принятые версии ближе всего к человеку якобы обезьяна от змеи некоторые там от медведей есть у нас вот такая тоже форма происходили то далеко глядя углубляясь самое начало производства как говорится на земле богом человеку шестой день был человек создан мы видим что от солнца что от света солнца это действительно вот дух человеческий от бога то есть вдохнул господь дух свой в человека и это уже такое отличие так почему же все время мы солнечные люди отрываемся от других солнечных людей я вам рассказал что пантеон солнечных стран это пантеон стран восточных до турция из своей первостепенной как говорится языческой где тоже было солнечные языческие верования перешла в мусульманство где солнце другую роль играет не такую важную мусульманстве есть аят который говорит что солнце это часы ну но без него ничего быть не может он тоже такой жизнеопределяющий этот аят но другие страны напрямую себя видят как потомками солнца это индия китай вот многие другие восточные там страны япония просто вообще и богиня матерасу которые на эту лавочку розовую садится это их мать это их мать и поэтому мы относимся к пантеону солнечных стран солнечный страх но почему-то мы лицом повернулись совершенно в другую сторону причем очень интересная такая вещь мы же все алтари и все молитвы свои направляем куда на восток мы лицом стоим к востоку когда молимся и у нас прямо конкретное основание стоять лицом к востоку по сравнению с другими религиями мусульмане они например на метку в сторону мекки где бы он в мире не был он должен определиться где мекка и в ту сторону глядеть и молиться такие разные называющие себя христианами религии они вообще могут не соблюдать где хотят в какую сторону хотят туда и ставит эти храмы у нас тоже на руси были такие моменты когда храмы ставили с одни вот в одну сторону алтарь другие в другую сторону алтарь но это было я скорее скажу как необходимость то есть вот нам надо вместить сюда поставить и никак по-другому кроме как либо искаженно не совсем на восток а я вам показывал как сергиевской лавре например тройцы сергейской в лавре стоят немножечко разнонаправленно храмы и казалось что это просто солнце перемещается вот у нас смещается полюс солнце смещается если древний храм сергий родонежского где мощи находится он стоит в одну сторону и там был восток а успенский храм уже чуть-чуть по другому потому что когда его строили более позднее время солнце сместилось восток как говорится немножечко сместился так почему же восток василий великий объясняет это тем что предание от отцов у нас такое что нужно молиться на восток и и мы не должны это предание нарушать и мы должны обязательно его соблюдать давайте я сейчас прямо сразу не найду но вы если захотите сами найдете как василий великий и иван дамаскин тоже объясняет что вот по преданию святых отцов православные должны молиться на восток но у нас есть еще более можно так сказать серьезное обоснование какое имя божественное у христа когда он к нам с вами приходит какое имя вот я вам назвал одно из имен солнце правды солнце правды да это чаще всего встречающий солнце правды в евангелии от иоанна можно встретить еще два имя имени это свет и слово и слово в русских как я вам показывал в том же слову об истине и благодати это же не жанр значит митрополит и ларион обозначает слово об истине о законе и благодати слово это как бы слово говорит о законе и благодати то есть он называет бога словом потом мы приняли в литературоведении такие понятия как слово о полку игоря как будто это жанр это вот такой рассказ слова слова на самом деле слова полку игоря это опять же бог о полку игоря но все равно чтобы можно было поставить иисус о полке у игореве вот так а тут слово то есть вот у евангелисты иоанна слово и свет два имени божьи но есть еще одно интересное имя которое почему то очень редко упоминается и я сейчас уверен что многие из вас когда я его назову скажут а что это я не знал как я столько лет в церкви а мне ни разу не говорили что имя бога такое и я скажу это есть какая-то преднамеренность это какая-то вот такая ложь которая все время нас заставляет смотреть в другую сторону и когда мы выходим из храма где только что молились на восток духовно мы стояли лицом на восток а вышли из храма и политически и умом повернулись на запад что там на западе как там на западе а западные ли мы то есть вот такая у нас взгляд туда не придет ли свет оттуда то есть молились на восток а свет ждем все время какое-то просвещение из запада ничего к нам запада хорошего не приходило не приходило и я скажу так вот 300 лет никого такого в какой-то степени молчание запада то есть вне ну не 300 даже 200 лет ну до восемьсот двенадцатого года давайте возьмем от 612 года когда романовы на престол зашли а через какое-то время через сто лет они уже были почти не романовы а через 200 лет уж точно они были не русские как и через 300 лет как мы знаем в царе святом николае 89 процентов было не русской крови ну вот там кто-то посчитал то есть это такая западная кровь и вот при западной крови как-то маленечко нас удовлетворили что вы вассалы вы по под под нами вы и и поэтому вам хорошо все вы уже такие вот западные западные когда славяно филы с западниками в конце 19 века до в середине 19 века столкнулись с тем что а какие же мы западные мы славянские давайте мы славянство свое и напрямую доказывали западную как вот вы же вот подражаете западному вы же пытаетесь литературу западную сделать пытаетесь жизнь западную сделать все все какие же вы славяне западные но запада ведь страшная вещь приходили нас уничтожать все время считаю что мы какие-то недоразвитые народы и наполеон шел как солнце правды уничтожить этих славян и отдать земли настоящим людям западным людям но ведь это же совсем недавно 1941 год когда шел с прямым намерением уничтожить эти народы оставить немножечко их для обслуживания а так они не нужны они негодно их какие славяне они это же рядом было друзья у меня отец против этого воевал мать в этом жила и сейчас еще есть те кто против уничтожения славян воевал они за советскую власть как как там за советская власть тоже но ведь вот это так это вот этот цивилизованный так называемый запад а сейчас вы недолюди вы недостойны к нам туда приехать правильно лавров в он говорит что вы посмотрите это же просто оголделый расизм когда по признаку рождения человек считается неполноценным или там высказывание зеленского привел где он говорит а что донбассе скажете но есть люди а есть существа это что за мышление это как это все западные мышли западное мышление а восток как восток нас воспринимает вы найдете страну где нас унизительно выше 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 себя нас считают ну да говорят китайцы сейчас так пренебрежительно к некоторым русским которые себя не умеют вести мы действительно культуру подраздели подрастеряли поведение и поэтому им когда они стараются нравственность культуру какой-то сохранить иногда странно видеть как мы себя ведем но я не знаю страны восточной которые ставят нас выше себя или ниже себя тем более ниже себя равных а то нет те кто считает что вот они белые они это они как-то выше вам скажут что в малайзии во вьетнаме и в других это очень часто присутствует они хорошо очень к русским относятся у меня друг был вьетнамец несколько лет мы дружили пока не расстались так я видел такое у него хорошие отношения ко мне и к русским я я от русских то не часто такое отношение видел то есть нормальные хорошие отношения с востоком с востока почему и с какой стати восток смотрит на христиан такими нормальными глазами но он не смотрит агрессивно на христианство и мы возвращаемся к одному из имен бога которые слышим у луки я не буду как говорится голословным я вам открою первые глава от луки это в ней это находится сейчас найду и зачитаю строки первая глава она повествует о рождении иоанна притечь дивана как там его чуд чудесным образом обрели родители и вот 76 глава уже прямое пророчество ивану кем он будет и что он встретит и ты младенец наречешься пророком всевышнего ибо предвидишь пред лицем господа приготовить пути ему дать уразуметь народу его спасение в прось в прощении грехов их и 78 аэстрофа самое главное по благоутродную милосердию бога нашего которым посетил нас восток свыше по милосердию посетил нас восток свыше поэтому имя христа христос это звание христос помазанник обозначает воплощение в теле получила имя иисус но бог который в этом теле явился лукой называется восток восток вот поэтому мы с вами стоим лицом на восток кстати со старославянского еще интереснее это выглядит в старославянском это весток весток или вообще восток всток всток только это течение только нас со славянского течения или сток еще и так сток хотя сток это мог быть и закон то есть весток то есть вытекает а сток стекает сток до стекает солнце стекает все о солнце все о солнце но здесь абсолютно четко можно осознать и весток как понятие вести ток идет откуда с востока новая весть принес нам господь господь восток то есть мы абсолютно вот мы видим так называем трансцендентальных имен в евангелиях не так много еще раз повторяю это свет это слово и восток и восток тот кто называет иисусом христа он обращается к воплощению божьему можно называть иисусом да и вполне закономерно и это иметь применять как божественные осознавая что он вочеловечился но истинное имя восток ух все мы получается когда говорим мы дети христовы восточные дети мы с вами восточные дети получаемся если мы осознанно и правильно веруем в христа писта поэтому когда мы говорим что мы смотрим на восток восток смотрит на нас мы должны двигаться к востоку по стоку если он восток христос то в какую сторону мы и мы молитвами так и делаем мы молитвами так и двигаемся если вот так представить вообще интересно в калининграде стоят на восток в нашу сторону мы на восток в сторону урала на урале на восток сибири там у них перед взглядом вся как то я вам а на востоке на камчатке стоят куда они вот так вот так вот поэтому вполне закономерное это объединение и этот взгляд на восток у нас должно существовать существовать мы не должны как евангелие сказано взявшийся за плуг неблагонадежен когда он оборачивается назад а мы с вами стоим стоим молимся на восток вышли их где-то в запад как он нам поможет запад нам поможет запад в запад напрямую заинтересованно уничтожение мы еще раз повторяю все вот эти этапы восемьсот двенадцатый год сорок первый год течер в каком там году сказала что должно остаться здесь 25 миллионов обслуживающего персонала и больше тут никого не надо но это же все вот вот такой взгляд на нас с вами запада поэтому стоит там мне кажется кремлевскую стену построить построить кремлевскую стену и жить спокойно себе глядя на восток и молясь на восток христос восток молясь на восток вот такая моя точка зрения не поэтому я рад что мы начали туда оглядываться потому что я изучаю восток вижу в нем любви побольше чем изучая запад если мы запад и изучают а там только все битвы битвы смерти смерти друг друга значит на востоке очень много красивого и приятного и нам близкого на этом я наверное закончил вот такой экскурс того что и думаю что такой промысел божий чтобы мы все-таки с чистотой веры еще раз повторяю если мы двинемся с ересью жида ну не хочется это слово произносить все давать так и скажем с ересью жидов стоящих то есть включим в состав вот то что не любит солнце то нас там не примут а вот с истинным православием с чистым православием солнечным православием с именем восток бога нашего нас там примут и больше того очень легко нам будет среди этих на народов утверждаться что мы с ними как говорится одной крови одного духа одного духа вот так все здоровья вам радости хотите осознать что я хотите осознать что я почитайте восточные хотя бы сказки японские сказки там китайские они я думаю вам в душу лягут все здоровья всем радости света в душе света бога в душе слова верного бога в душе и востока в душе аминь аминь аминь